Обстановка на фронте, коалиция по усилению ПВО Украины, потери российских оккупантов. Обсуждаем эти темы с Александром Коваленко, военно-политическим обозревателем группы информационное сопротивление. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Доброго дня. Ну смотрите, пока мы информационно сосредоточены на Авдеевке, где вот враг снова пытается доатаковать, тем временем враг также резко увеличил количество штурмовых действий и авиаудары в операционной зоне от оперативно-стратегической группировки войск Таврии. Об этом сообщил в своем телеграмм командующий Александр Тарнавский. С чем связано вот такое резкое обострение на этом направлении, как вы думаете? В целом, на сегодняшний день россияне максимально используют корректируемые авиационные бомбы, КАБы, свои авиации. Именно это является нашей основной проблемой, к слову сказать. Проблемой нашего продвижения. И используют они по наиболее таким участкам, локациям, которые представляют для российского командования угрозу, для российских группировок. Это Херсонская область, это левый берег Херсонской области, там постоянно работает тактическая авиация КАБами. Это частично Запорожская область, это в немалой степени, конечно же, и Донецкая область. То есть они сейчас КАБами равняют район Авдеевки, они пытаются в Авдеевке полностью устранить многоэтажную застройку, которая есть и которую могут использовать как удобные позиции для ведения огня по наступающим силам противника силы обороны Украины. Поэтому и наиболее угрожающее направление для, как по мнению российского командования, они буквально усыпают в КАБами. В Донецкой области, в районе села Кумачево, да, российские захватчики собирались отметить их день ракетных войск. Ну, приехала, как водится, агитбригада, концерт в клубе, все как положено, но и вот ВСУ тоже не остались в стороне от поздравлений, да, поздравили российских ракетчиков украинской ракетой. И, как сообщается, среди погибших оккупантов оказалась и актриса такая Полина Меньших. Вот, как тому классика, да, ее пример другим наука, так? Вот, я ей богу не злорадствую, но ведь вот эта солдатская муза знала, куда едет, в чужую страну, на оккупированную территорию, знала зачем. Ну, и получила, наверное, по заслугам, так же, как и оккупанты, которых она вдохновляла на новые убийства, как вы считаете? Ну, с другой стороны, она сняла довольно-таки неплохой клип в результате, режиссированный силами обороны Украины. Как по мне, получилось великолепно. Ну, и, наверное, как вот, говорю, ее пример другим наука, не стоит ехать туда и поддерживать убийство людей на территории другой страны и помогать оккупантам. Кем бы ты ни был, аналитиком, там, экспертом, певцом, я не знаю, общественным деятелем, депутатом и так далее и тому подобное, если ты оказываешься на временно оккупированной территории Украины, ты являешься законной целью для удара и уничтожения. Поэтому в этом нет ничего удивительного. Кто-то думает, что его может судьба обойти стороной, но многие пока избегали таких последствий. Та же самая там. Многие певицы РТОМ, которые приезжали на временно оккупированную территорию, военкоры, которые нам хорошо известны, пропагандисты. Но это явление временно. Так или иначе, но снаряд или ствольная артиллерия, реактивная артиллерия и другое, он всегда найдет свою цель рано или поздно. Украина станет первой в мире страной, которая немецкая оборонная компания «Рейн Металл» передаст свои новейшие десантные тактические машины «Каракал». Ожидается, что вооруженные силы Украины получат пять таких машин уже в конце текущего года. Вот мы видим сейчас их на экране. Или в начале 2024 года. Вот знаете ли вы что-то об этих машинах? Чем они уникальны? Чем лучше тех же, например, американских «Хамби»? В действительности эти машины весьма эффективны как средство диверсионной либо контрдиверсионной деятельности. Они быстрые, мобильные, они позволяют использовать их в условиях, скажем так, проведения диверсионно-разведывательных операций и так далее. Но, в принципе, с другой стороны, количество пять единиц маловато. Более применимы они скорее могут быть именно либо для такой деятельности, либо для патрулирования определенных районов, приграничных, например, не исключено. И у Украины, например, есть аналоги ничем не хуже. Хотя, конечно же, немецкая надежность, практичность, она уже стала притчей боязыцев. Машина хорошая, но мало. Ну, будем считать, что это только первый шаг. И эти машины будут вот уже совсем скоро, насколько я понимаю. Есть время для поставок и других машин. Я думаю, что если наши партнеры захотят, они смогут их сделать и передать намного больше. Ну и стоит поговорить о вчерашнем 17-м «Рамштайне». Главная новость будет создана коалиция ПВО, которая поможет Украине. Как вы могли бы прокомментировать вот эту новость и вообще сам «Рамштайн» номер 17? С одной стороны, я не ожидал каких-то сюрпризов от «Рамштайна», от той номенклатуры, которую мы будем получать по его результатам. И, в принципе, так и получилось. Номенклатура вполне ожидаема. То есть никаких каких-то глобальных номенклатурных сюрпризов. Другой сюрприз – это присутствие… Все же есть сюрприз – это присутствие Валерия Залужного на данной встрече. Это беспрецедентный случай, поскольку ранее главнокомандующий вооруженных сил Украины не присутствовал на подобного формата встречах. И это обусловлено тем, что я более чем уверен тем, что необходимо экспертное мнение относительно всего необходимого по состоянию на 2023 год. Конец 2023 года, перспективу 2024 года. То есть мнение непосредственно с позицией самого Генерального штаба Вооруженных сил Украины по той номенклатуре, которая необходима. Поскольку есть ряд моментов, которые, ну, я считаю, что на них было потрачено время зря, вместо того, чтобы акцентировать внимание и давление всех уровней на получение совсем других экземпляров по номенклатуре на протяжении встречи 2022-2023 года. Например, что вы имеете в виду? Леопард-1. На мой взгляд, Леопард-1 — это ошибочное приобретение. И вместо того, чтобы соглашаться с получением данных картонных танков, мы могли бы сделать акцент и максимально усилить давление на получение Леопард-2. Либо большего количества танков «Челленджер-2». Либо акцентировать внимание на усилия по получению другой номенклатуры «Челленджер-1». Но никак не танк, который можно пробить в боковую проекцию из 30-мм автоматической пушки БМП-2 бронебойными боеприпасами. Ну, наверное, поначалу мы все-таки были готовы брать все, что нам предлагают. Сейчас вот мы уже понимаем, что лучше, и можем оперировать другой техникой. Скажите, понятие того, что лучше и чем оперировать, оно приходит не со временем. Это изначально было известно, что из себя представляет этот танк. У него отличная пушка, это правда, снайперская пушка. Но что эта снайперская пушка решает в условиях современной войны, когда за 2-3 километра от линии боестолкновения находятся дроны противника, которые с легкостью прошибают броню танка Т-90, например, с динамической защитой и так далее. А броня Т-90, она даже и не сравнима и приблизительно с броней «Леопард-1». «Леопард-1» вообще насквозь может прошиться кумулятивным боеприпасом, даже с выстрелой РПГ-7. Особенно, если это будет тандемный. Поэтому, на мой взгляд, приобретение таких танков – это полное пренебрежение жизнью экипажем, и это является катастрофической ошибкой. То есть из пушки 2.42 даже можно пробить борт этого танка? Совершенно верно. 30-миллиметровая автоматическая бронебойная боеприпаса БМП-2, которая применяет боковую проекцию. Вот такой вопрос. Недавно ГУР опубликовал интригующее видео, на котором во всей красе они показали незаконный построенный Керченский мост. И вчера это видео они прокомментировали. Если кратко, то мы здесь. Конец цитаты. И Андрей Юсов, представитель ГУР, добавил. Собственно, в данной ситуации мы ни на что не намекаем. Мы говорим прямым текстом, что Крым – это Украина. С какой целью была сделана такая публикация и вот этот комментарий после небольшой интриги, как вы думаете? Не знаю. Под Новый год, наверное. То есть вы считаете, что под Новый год может быть какой-то интересный, красивый новогодний фейерверк, который порадует многих, да? Дело в том, что Крымский мост – это такое строение, на котором события порою и инциденты происходят настолько спонтанно и неожиданно, что как-либо их прогнозировать в коротко-средне-долгосрочной перспективе просто невозможно. И если анонсируются какие-то вещи ГУР и МО, то они так или иначе будут иметь место быть. В каком формате, я думаю, что в совершенно неожиданном они будут реализованы. Но в любом случае результат будет один и тот же. Это утрата функциональности данного строения. И поскольку оно является главной логистической артерией, которая снабжает всю южную группировку россиян на временно оккупированном материковом юге Украины, то, на мой взгляд, чем быстрее это произойдет, тем будет лучше. А вот эта железная дорога, которую они там строят через Запорожскую область, как вы считаете, насколько быстро они смогут сделать и насколько она будет вообще функциональна? Это долгосрочный проект. Это невозможно сделать очень быстро, если мы говорим о качестве, чтобы оно действительно работало. Поскольку если ты ускоряешь все технические и технологические процессы, то неизбежны ошибки и впоследствии катастроф. И для полноценного проекта это реализация не одного месяца даже и не одного года. Россия не могут попробовать это реализовать, но с другой стороны, а кто скажет, что до того момента, когда они построят хотя бы какую-то часть от этой железной дороги, она не окажется в зоне нашего огневого воздействия, если не сказать даже больше огневого контроля. А может быть, даже произойдет и так, что она окажется перерезанной, даже еще и недостроенной. То есть здесь бы я сказал так, ну пусть строят, если есть какой-то такой безумный проект, на который также уходит оборонный бюджет, то почему нет? Да, вот очередной прожект, который просто сожжет определенное количество их денег. Да, очень схожая ситуация с Северным потоком. Строили, строили, и в результате что? Северный поток работает, газопровод. Северный поток-2, Северный поток-1. А сколько денег было на это потрачено? Тут еще стоит вспомнить и Южный поток, например, тоже был такой газопровод. Поэтому им строят, да, пускай себе строят, деньги тратят. Важно, какой будет результат в конце. Ведь есть же поговорка, смеется тот, смеется последним. Но сейчас нам, конечно, всем не до смеха. Но в целом она красноречиво акцентирует внимание на том, чем может закончиться любая их инициатива на временно оккупированных территориях. По результатам выставки в Дубае РФ не подписала ни одного контракта. А страны, которые десятилетиями делали ставки на российское оружие, сейчас фактически сворачивают свое сотрудничество с РФ. Чем можно объяснить вот этот позор России на Ближнем Востоке? Что удивительного? Что удивительного в том, что Россия, которая вторглась на территорию Украины, казалось бы, самым современным оружием, которое у нее было, а в результате это вторжение для нее закончилось полным фиаском и разгромом. То есть это подчеркивает, наверное, что-то не так с этим вооружением. Силы обороны Украины захватили большое количество трофейной техники разного типа у россиян. И в большинстве своем эта техника не соответствует тем тактико-техническим характеристикам, которые они публиковали в открытых источниках. Это касается не просто там, например, танков, ББМ, это касается комплексов РЭП, это касается, которые мы смогли изучить, их систем связи, их радиолокационных систем, систем противовоздушной обороны и так далее и тому подобное. На сегодняшний день мы видим, что Россия не может контролировать полноценно воздушное пространство над временно оккупированным полуостровом Крым, которое по степени защищенности ПВО является вторым после, например, Москвы и Московской области. А что не так с российским ПВО? Почему они пропускают эти все воздушные объекты? А что с ним не так действует? Да, мы смогли раскрыть то, что у них характеристики не соответствуют действительности, они всегда были завышены. И сейчас даже очень смешной момент возникает. Россияне пытаются интегрировать взаимодействие своих самолетов ДРЛО А-50 с комплексами С-400. Казалось бы, а зачем? Чтобы противодействовать Ф-16. А зачем противодействовать Ф-16, если, например, максимальная дальность полета ракеты АИМ-120Д это 180 километров, еще не факт, что мы их получим. А у РЛС С-400 радиус фиксации сопровождения объектов это 600 километров. То есть как бы С-400 должен, согласно его характеристикам, обеспечивать полное покрытие на таких дистанциях 600 и 400 километров. 400 километров это дальность сбития. Но нет, оказывается, нет. Им необходим А-50, чтобы это все фиксировать. То есть что получается? С-400 не соответствует своим характеристикам? А на мысах Тарханкут один такой комплекс был уничтожен ракетой, которая, казалось бы, должен был перехватить этот комплекс. В районе Евпатории аналогично был уничтожен С-400 некой ракетой, которую он должен был, по идее, перехватить. Что тут скажешь? Поздравляю Китай, Индию и Турцию с удачным приобретением С-400. Отличная сделка. Да. Я думаю, что сейчас многие в мире задумались над тем, что же они купили или какие контракты они заключили. И вот этот результат по выставке в Дубае, он достаточно красноречив. Давайте перейдем еще к другой теме. Зам. руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба проинформировал в Фейсбук об увеличении количества мобильных групп для борьбы с шахедами. Причем над укомплектованием подразделений работают в том числе сейчас и областные военные администрации. Вот сейчас-то, наверное, самый доступный, вот пока в ожидании дополнительного ПВО, самый доступный и эффективный путь нарастить боевые возможности борьбы с теми же дронами. Вот и спикер воздушных сил подтверждает, что мобильные огневые группы показывают достаточно высокие результаты. Да, безусловно, они достаточно эффективны при перехвате дронов Камикадзе. Но есть и другой момент. Мобильные группы ограничены в возможностях пересеченной местности. А что, если маршрут у дрона Камикадзе проходит над болотистой местностью или лесной местностью, лесистой? В данном случае мобильная группа не сможет по болотам преследовать дрон Камикадзе. И последние налеты на территорию Украины демонстрируют, что россияне это прекрасно понимают. Они изменили траектории маршрута полета дронов Камикадзе именно с учетом таких факторов. Благодаря чему они могут по шесть, по семь часов находиться в нашем воздушном пространстве. И не все, не всегда сбиваются. Потому, на мой взгляд, помимо формирования сухопутных мобильных групп для перехвата дронов Камикадзе, необходимо уже поднимать вопрос перед нашими международными партнерами о получении Украины и воздушных средств перехвата, которые бы эффективно действовали в рамках области. И этот вопрос должен стать одним из приоритетов. Ну, кстати, по поводу дронов. Последний месяц мы часто беседовали в эфире на тему паритета с оккупантами беспилотников. Знаем, что РФ начала массовое производство шахедов под названием Герань на своей территории. Они достаточно успешно усовершенствовали свои ланцеты. Тем временем Украина, по многим показателям, уже превзошла захватчиков в производстве беспилотников. И вот в воздушных силах, например, считают, что, я хочу процитировать, дронов много не бывает, надо наращивать эти системы. И мы, возможно, даже в лучшей позиции, чем та же Россия, потому что имеем доступ к западным технологиям. Как по-вашему, когда Россия это ощутит по полной, как говорится? Ну, тут следует понимать, о чем вообще идет речь. Поскольку сказать это можно сказать, а вот уточнить, конкретизировать, это совсем другой момент. Если мы говорим о дронах Камикадзе типа Шахед-131 и 136, мы на сегодняшний день не имеем такого массового производства данного типа дронов Камикадзе на своей территории, не только на своей территории, какой имеют Иран и Россия вместе взятые. Поэтому в этом вопросе мы отстаем, и значительно. Если говорить о производстве барражирующих боеприпасов типа Ланцет, у нас такого производства барражирующих боеприпасов и фактически даже в принципе ББ схожего по характеристикам с Ланцетом тоже нет. И об этом тоже рано говорить. И говоря о дронах, то в первую очередь речь идет о FPV, Mavic и так далее. То есть в этом вопросе мы действительно не просто имеем паритет, а имеем превосходство над россиянами. Но это вопрос о линии боестолкновений. Там мы используем намного больше и, скажу даже так, более креативно используем дроны. Но опять-таки это совсем другой тип, это совсем другая категория беспилотных летательных аппаратов. А вот до уровня дрона Камикадзе, Шахет-136 и Ланцет мы еще не дотягиваем. Ну вот в продолжение темы, в субботу министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграм сообщил, что силам обороны Украины передали партию более чем двух тысяч беспилотников украинского производства. Агентштаб распределит и передаст эти дроны военным. Вот вы правильно сказали, да, на передовой они нужны. На самой горячей участке фронта. И в партию, как утверждается, вошли птички, да, исключительно украинского производства. Среди них коптеры, БПЛА, самолетного типа, разведывательные, камикадзе, многоразовые бомберы. Пишут, что дроны могут поражать вражеские позиции и технику. Вот побольше бы таких новостей, да, но правда, две тысячи это не очень много. Нужно двести тысяч, а лучше два миллиона, но всему свое время, правда? Да, постепенно наращивается производство. И просто следует понимать, что потери по линии боестолкновения, они обусловлены не только удачным попаданием в объект, но и значительная часть потерь из-за работы российских комплексов РЭП. Многие дроны разбиваются, так и не достигнув своей цели, так и не уничтожив либо живую силу, либо технику. И ежедневно необходимо, по самым скромным подсчетам, более ста дронов для того, чтобы полноценно выполнять те или иные боевые задачи по линии боестолкновений. Более ста единиц. Поэтому, конечно же, работы для того, чтобы увеличивать серийное производство данной компоненты еще очень много. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова